Готовим запеченные сырники, которые не нужно жарить, и, соответственно, они будут более полезные и не такие жирные. У меня здесь почти две пачки творога, немного замоченного изюма, три яйца, щепотка соли, щепотка ванилина, сахар по вкусу, здесь у меня 4 чайных ложечки, и манка. Можно добавить крахмал, но буду добавлять манку. Добавила яйца, добавляем соль, ванилин и ванилин, сахар и манку. И будем пробивать это положенным блендером. Я пробила, и все, там не смотри, что оно такое жидкое, ничего страшного. Значит, оставляем, чтобы манка набухла. И потом в процессе добавим уже изюм, он как раз обсохнет, и начинаем выпекать. Тесто мое постояло немножко. Сейчас от половины в половину, потому что я не очень люблю с изюмом. Вот, добавлю в оставшуюся половину изюм. Уже смазала формочки маслом. Вот эти можно было не смазывать, а вот эти, конечно, уже нужно. Добавила изюм. Сейчас перемешаю и будем наполнять. Я разлила по формочкам. И все, убираем разогретую духовку 180 градусов на 25-30 минут. Вот, друзья, выпекался вон он 25 минут. Такие красавцы. Сейчас они немножко остынут. Все-таки хочу растопить шоколад и поспалить шоколадом. У меня есть горький шоколад, как раз вот саму эту. Вот я их вытащила. Такие они все красивые. Это печеные сырники, очень мягкие. Сейчас я растоплю вот этот вот шоколад. Это 75% какао. И полью наши сырнички. Единственное, нет у меня орешков. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Растопила шоколад. И сейчас поджарю. Вот нашла у себя миндальные орешки. Сейчас поджарю их тоже. И сейчас намажу сначала шоколадом, а потом посыплю орешками. Будет вкусный десерт. Пожарились орешки. Натерла. И будет посыпать эта миндальная крошечка. Прямо вот так. Очень будет полезно. И вкусно. Прямо вот так. Красота. Вот, друзья, вот такая красота. Сейчас мы заварим чай. Со смородином листом. С мятой. Будем пить чай. С вкусняшками. Ну, отец. Продолжение следует...